Карамба ТВ представляет Как вы боретесь с тем, что товары вам попадаются некачественные? Я борюсь, не покупаю, вижу и чувствую А если вы подумали, что эта тетя не трезва, то вы не правы Нет, нет, это не происходит, это нет, этого нет И в середине интервью тетка ставит на место корреспондентку, и той уже приходится задуматься Так, вопросы правильные задавайте, пожалуйста, чтобы люди нормально жили и нормально пытались Что-то я чувствую, у меня желудок сегодня болит Видимо, эта стерва с микрофоном вышла на улицу и задает людям неправильные вопросы Но давайте лучше вернемся к нашему диетологу Я сейчас питаюсь, капусту жарю Капусту жарю и картошку жарю Картошку не жарю, потому что мне жареного нельзя Да как так-то? Где же логика? У меня такое ощущение, что... Это Люба говорит Уж очень похоже А фарш? Фарш, который производят? А ну а? Да-да-да А ну а ну а Бля, в этот момент мне показалось, что она налаживает связь с космосом Чтобы ей передали в голову еще больше неведомой хуйни А ну а? Да-да-да А ну а ну а? Видимо, так и случилось А конец интервью вообще похож на предвыборную речь кандидата Покушайте, нижневарцы, среднеуральские курицы Будьте здоровы За среднеуральские куры, за здоровье населения Больше всего на свете я обожаю, как люди тупят А ну 7 ноября вам что-то говорит? Ну, день октября Какого октября? 7 октября То есть 7 ноября день 7 октября, так что? Нет, 7 ноября Ну и что значит праздник октября? А, о чем это вам говорит? Ну праздник, не учится все Мне интересно, он так на все вопросы отвечает Извините, а когда у вас день рождения? Ну, день октября В смысле у вас день рождения в октябре? 7 октября То есть у вас день рождения 7 октября? Нет, 7 ноября Ты вообще понимаешь, что такое день рождения? Ну праздник, не учится все Ох, пиздец Как вы думаете, как зовут нашего героя? Меня зовут Алеша Алеша был бы идеальным шпионом, потому что хуй от него что добьешься Друзья, учите историю, чтобы не оказаться на месте Алеши Как хорошо, когда в стране правоохранительные органы не только стерегут порядок, но и веселят народ, не правда ли? Значит, основное количество наших нарушителей правил дорожного движения В основном не хотят своевременно оплачивать штраф на месте Вот так вот, честно и прямо Ну ё-моё, не дают нам взятки, взяточки, взятулечки, вот что плохо А может мы пропустили закон, который официально разрешает брать взятки? Тогда, конечно, можно об этом открыто говорить На самом деле нет, он просто оговорился В основном не хотят своевременно оплачивать штраф на месте О, не на месте, а в своевременно оплачивать штраф Подожди, давай-ка снова Можно? Нет, нельзя, это ж тебе не переаттестация Тут один раз сказал и всё, в интернет попало Нужно, кстати, изменить поговорку Слово не воробей, вылетело и уже на ютюбе Послушайте, а только мне одному кажется, что он явно учил фразу, которую он скажет прессе Основное количество наших нарушителей не хотят оплачивать штраф на месте Прикиньте, мужики, я так и скажу Прикинь, так ты и сказал В основном не хотят своевременно оплачивать штраф на месте Нет, ну согласитесь, это, конечно, знатный косяк Рейду бы понравилась такая оговорочка Интересно, а он всегда так оговоривается или только на камеру? Дорогая, я дома заряжал только что одной проститутке Ой, задержали только что одну проститутку А можно заново? Или может ещё в такой ситуации? Товарищ полковник, я вас подсижу Ой, я вас поддержу в любой ситуации Бля, можно заново? В общем, уважаемые полицейские, будьте аккуратнее со своими честными мыслями Они имеют свойство случайно вырваться наружу Знаете, друзья, я думаю, что дресс-код на работе это не такая уж и плохая идея Полиция корпуса в 10 европейских странах Эббем grote-мэншесмокклбэнде обговорот 570 бенделеды зэн оплопакт, варанда 3 в Недланд Нет, это нормально вообще Конечно нет Это потрясающе На самом деле нет Потому что я всё время думал О-хо-хо, это же трёшка или четвёрочка А нет, всё же трёшка, но с половиной А представляете, если бы она работала корреспондентом И брала бы интервью героя предыдущего ролика Обычно мы смотрим сиськи задержанных Ой, списки, списки задержанных А можно заново? Я просто ещё хочу немного побольше посмотреть на ваши сиськи Рассказать про наши списки Бля, да что за хуйня такая? Или может она просто решила показать, как она попала на этот канал? Политика нашего канала не брать ведущих с размером меньше четвёртого Ага, всё-таки четвёртый Ну ладно, ладно, конечно она не говорила такого Но согласитесь, если был кастинг на это место У неё определённо было преимущество из-за поставленного голоса Кстати, знаете, как сейчас многие обладательницы столь же пышных объёмов расстроились? Это что ж, с ними можно было не только в порно идти? Вообще, такой разрез для ведущей новостей Это охуенно Ой, в смысле неверно Ой, а можно заново? Это был Плюс 100500 Меня зовут Максим Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»